В Волгограде прошел международный фестиваль «Детская творческая неделя» на родине Александра Пахмутовой. В этом году он посвящен 85-летию лауреата Государственной премии Советского Союза поэта Николая Добронравова. По словам самого Николая Николаевича, наш город уже стал для него родным. Дорогие друзья, я очень-очень-очень тронут этим приемом, вашими аплодисментами. Спасибо вам огромное. Я понимаю, как счастье у Александра Николаевны каждый раз, когда она приезжает сюда. Но я уже как-то сроднился с этим городом, хотя я родился в другом великом городе-герое в Ленинграде. Александра Пахмутова и Николай Добронравов вместе уже около полувека и стали соавторами почти 400 песен. Можно смело сказать, что почти каждый из них – это хит, любимый всеми поколениями. «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Птицы счастья» и, конечно, «До свидания, Москва» – прощальная песня Олимпиады-80. В преддверии еще одной Олимпиады звездная пара открыла нам небольшой секрет. Все это бывает заранее, все. Думаю, что мы ничего не напишем. Поскольку таких предложений у нас не было, видимо, какой-то другой коллектив работает, наверное. Иначе мы об этом уже знали бы. Поэтому мы от работы в этой Олимпиаде свободны. Свой творческий путь и Александра Николаевна, и Николай Николаевич начали в раннем возрасте. Некоторые песни, которые сейчас исполняют молодые артисты, были написаны авторами в юном возрасте. Моя песня из стихи Иосифа Уткина, очень хорошего поэта, который погиб во время войны. «Если будешь ранен, милый, на войне». Я написала эту песню, мне было 11 лет. Сашенька пела мою песню, еще в сопровождении Большого символического оркестра под управлением Федосеева. Очень хорошо пела. В концерте это так получилось, что песни, которые когда-то написала 11-летняя девочка, в прошлые годы, и 11-летняя девочка спела ее. «Если будешь ранен». Это моя самая любимая песня, в которую я вложила больше всего души, потому что это была огромная ответственность, конечно, что я была ее первой исполнительницей. Мне нужно было вложить столько эмоций, именно те эмоции, которые Александра Николаевна пережила в том возрасте. Главным событием стал творческий вечер, на котором исполнялись песни, написанные Пахмутовой и Добронравовым. По словам авторов, нет ничего приятнее бывать на таких концертах, где исполнители зачастую намного младше самих песен. Вот уж действительно, главное, ребята, с сердцем не стареть. Татьяна Левашова, Олег Бурасов, Евгений Маслов. Волгоградское деловое телевидение.